20 текст. Арджуны. Было так дело. Они скитались, пандалы скитались, прятались по лесам. И однажды Драупаде понравился цветочек. Знаете, по реке сплавлялся, плыл красивый цветок. Она говорит, красивый цветок, пхима, может достанешь таких побольше. И он воодушился, там делать-то было нечего в лесу. А тут хоть миссия появилась. И он, значит, с этой миссией вверх по реке, за этими цветами, и встретил огромную обезьяну. Сидит такая задумчивая обезьяна, медитирует о чем-то. И он, значит, идет по дороге, обезьяне хвост перегородил дорогу. Говорит, обезьяна, убери хвост, а то убью. А что тебе хвост-то мой мешает? Говорит, ну я не могу переступать там, где параматма живет. То есть, ну, переступать нельзя, так как параматма, а прибить можно. Это логика к шатриев. Говорит, убери хвост, кому говорят. Говорит, я уже старая обезьяна. Может, ты сам подвинешь мой хвост, что тебе, ну, трудно что ли? И Пхима, недолго думая, решил подвинуть хвост, а он не двигается. Как, знаете, вкопанный просто. И он все усилия приложил, уж вспотел Пхима, а он силой 10 тысяч слонов. Хвост не движется. Понимает, необычная обезьяна, уже, знаете, так почтительно. А кто вы? Он говорит, так я хануман. Хануман! Так они же родственники. Ну, то есть, вообще, это одна и та же личность. Одна и та же личность в двух телах. И он говорит, хануман, слушай, как интересно, о чем ты думаешь? Говорит, о раме. И как ему начал раману рассказывать, то он уже про цветы забыл, про все забыл. И он говорит, слушай, у нас тоже тут проблемы такие. Этот дырёдан совсем от рук отбился. И хануман, хочешь, я его сделаю? Нет, это наше дело. Мы должны сами. Ну, хорошо, хорошо. Ну, давай так. Так, я у вас буду на флаге. Ну, как-то вот, ну, вместе с мамой. Там флаг был 13 километров. Большой такой флаг. Длинный такой флаг. Ну, там, говорится, в одной йоджиновой этот был флаг. И когда Абхима начинал орать, они знают, что они кричали, ура или бонзай, ну, что-то они кричали, то хануман в унисон с ним начинал орать. И знаете, вот когда два Абхимы орут, то всем страшно очень становилось. И кто-то помирал просто от страха. Это важно. Кричать во время битвы очень важно, потому что вы показываете. Ну, люди, вы знаете, да, этот момент. Всегда кричим, когда ругаемся. Почему? Потому что показываем силу. Вот, хануман помогал на поле битвы. И здесь Шилу Павпаду эту историю не рассказывают. Я слышал ее от Госвами Махараджа. Но здесь он просто говорит, что там, где хануман, там Господь Рама, и там победа, и здесь, значит, тоже будет победа. Спасибо.